А сейчас к истории, о которой дрожь по телу. Стая волков атакует деревню в Гомельском районе и подходит вплотную к домам. На защиту сельчан встали охотники. В районе на незваных гостей развернули облаву. Репортаж Максима Вечеркова. На улице уже начинало темнеть, когда Александр вместе со своим стадом направлялся домой. По пути произошло непредвиденное. Козы вдруг стали разбегаться кто куда, а затем одна за другой падать на землю. Позже хозяин увидел дикого зверя с острыми зубами, похожего на волка. Это была настоящая схватка. В горло хватает, коза падает, гонится за следующей. Схватил, немножко держит. Не то, что как собака рвет, а вот схватил и удерживает. Потом отпускает, и она уже никакая. То есть я пришел, она только хрипит. Хищник был не один. Все происходило молниеносно. После внезапной встречи с агрессивной стаей хозяин недосчитался сразу 13 коз. Часть загрызли, остальных утащили в лес. И это еще повезло. Среди уцелевших животных много раненых. Вот раны, которые вот прокусаны. Загортань хватает. Если бы чуть выше, все бы. Но откуда у дикого зверя столько наглости и смелости? Ведь известно, что у волков генетический страх перед человеком. И обычно они не приближаются к деревенским огородам. Но в этой истории, видимо, что-то пошло не так. Раз даже опытные охотники с трудом находят этому объяснение. Теперь главное выследить хищников. Приманкой будут туши убитых коз. Охотники специально их не убирают в надежде, что зверь вернется за трофеем. Но пока не намека. А самим выйти на волчий след мешают обильные осадки. Местные старожилы предполагают, что стая могла прийти из соседних приграничных районов Украины и России. В лесу значительно сократилась популяция дикого кабана. И в поисках пропитания волки способны преодолевать большие расстояния. Еще одна версия. Это могут быть вовсе не волки, а одичавшие собаки. Они тоже сбиваются в стаи и уходят в лес. Местные власти предупреждают сельчан. Пока проблема не решена, нужно быть максимально осторожными. В одиночку не ходить. Мы людям говорим, чтобы они как-то сами себя могли защитить. Не подходили быстро. Если зашел там во двор дикий зверь, значит, они должны спрятаться в первую очередь. Чтобы в темное время суток они как можно больше находились дома. Не выходили на прогулки. Особенно в тех населенных пунктах, которые находятся очень близко к лесу. Случаи возле деревни Холмы не единственные в области за последнее время. В Чечерском районе, предположительно, тоже волки задрали семь собак. На такую же проблему жалуются и жители деревни в Лельческом районе. Новых визитов хищников опасается и Александр Кузьменков. Еще пара таких набегов и от его стада, говорит, точно ничего не останется. Охотники советуют ему внимательно смотреть по сторонам и возвращаться домой исключительно засветло. Максим Ичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.